Это Лайф Новости, эфир продолжается. Во Владивосток прилетел Тигролёт. Это огромный Боинг 747, авиакомпания Россия, с необычным оформлением. На носу судна нарисован Амурский Тигр. Думаете, это просто для красоты? Нет, это способ ещё раз напомнить об исчезающем виде. Этот полёт стал первым рейсом на родину Амурского Тигра. Планируется, что Боинг и дальше будет летать на Дальний Восток, а также по курортным направлениям. К сожалению, у авиакомпании не очень много ресурсов в решении данной проблемы. И поэтому один из них это всё-таки на самом большом самолёте, который имеется в парке, как авиакомпания Россия, так и в парке отечественных авиакомпаний, и нанести данное изображение, чтобы оно являлось неким напоминанием о том, что существует данная проблема, и её надо как-то решать. Лайнер разрисовывали на технической базе в Риме. Это заняло две недели. В разработке рисунка принимали участие специалисты центра Амурский Тигр. Там ведут буквально поголовный учёт этих редких хищников. В прошлом году насчитали более 500. И это хороший показатель. Теперь задача к 2022 году, то есть к следующему году Тигра, довести этот показатель до 700 особей. Обо всём этом и о том, как важно беречь природу, рассказывали во время первого рейса во Владивосток самым юным пассажирам. Для них даже подготовили специальные подарки. Подписывается номер раз. Тигрёнок, плюшевый. Являет за собой мягким представлением того, что на самом деле излагается в книжке, которую центр выпускает уже третий год. Это третья часть. Соответственно, здесь главный герой уже подрос, но здесь он ещё поменьше, поэтому, дабы соединить поколения и сезоны книжек, мы решили, что детям будет интересно и почитать, и поиграть. Останемся территориально. Здесь же практически жители...